добрый день сегодня у нас тема наследственные заболевания глаз собак и кошек и хоть у нас формат видео 10-15 минут в виде ознакомительного но на самом деле тема очень обширная и если подробно говорить можно говорить очень много потому что заболеваний таких очень много и как их диагностировать и как они проявляются можно говорить нет нет ни даже не один час но мы с вами сегодня кратко очень в виде ознакомления если есть орган значит заболевание у него тоже есть наследственные заболевания глаз возникают либо по внутренним причинам либо по внешним внутренние причины это гормональные нарушения во время беременности и формирование органов заболевания различные генетические когда происходят хромосомные какие-то мутации когда когда имеется довольно таки серьезное нарушение обмена веществ в организме матери патологии беременности различные когда не хватает питательных веществ для формирования нормального строения зародыша к внешним факторам относятся инфекционные болезни влияние тератогенных веществ различных влияние излучений таких как радиация травма здесь практически не играет как это как как делятся эти заболевания на в основном на три группы заболевания которые требуют немедленного хирургического вмешательства заболевания которые практически не требуют никакого вмешательства можно лечить препаратами ну и заболевания которые можно курировать течение жизни заболевания наследственные глаз могут относиться как непосредственно глазному яблоку и влиять на структуру глазного яблока или могут быть заболевания структур окружающего глазное яблоко ну давайте тогда потихонечку начнем заболевание наследственный век это различные патологии век завороты вывороты изменение длины глазной щели маленькая глазная щель либо слишком большая бывает аномалии века называется дисплазией завороты вывороты энтропионом или эктропионом и эти патологии мы можем успешно лечить хирургически есть еще заболевание патологический рост ресниц например когда ресница растет не в не в ребре века выходит ненормально она конъюнктиве располагается либо направление ресниц может быть патологическим в сторону глазного яблока и травмировать его вызывать кератиты либо может быть даже такое как чрезмерно длинные ресницы тоже такое бывает вот патологии носослезного канала это чаще всего у брифицефалов когда носослезный канал слишком сильно извитый труднопроходимые либо вообще непроходимый и такие патологии тоже можно корректировать хирургически патологии третьего века когда 3 века может у нас за заломаться хрящ третьего века может может быть и выпадение слезы дополнительно слезной железы на третьем веке который располагается тоже это все можно лечить успешно хирургически вот а непосредственно к самому глазному яблоку могут относиться патологии роговицы когда у нас происходит дистрофия роговицы когда такой нежный очень слой у клеток роговицы и приводит к развитию кератита когда у нас ненормальное развитие внутреннего эндотелия роговицы также могут быть патологии сосудистой оболочки глаза и это может проявляться в виде неправильной формы зрачка виде нескольких зрачков виде отсутствие вообще зрачков отверстия может быть неправильное развитие радужки то есть она может быть истонченная и это то что мы можем видеть патологии хрусталика может быть отсутствие хрусталика может быть ранее наследственная катаракта которая в раннем возрасте проявляется могут быть патологии стекловидного тела когда в процессе развития органа зрения во внутриутробном периоде сосуды которые помогают этому органу развиваться они потом должны полностью инволюционировать и исчезнуть но у некоторых животных и у людей такое бывает остаются вот эти вот остаточные гиалоидная артерия и либо остаточные остатки зрачковой мембраны выглядит это красиво но зачастую это сопутствует еще другим патологиям глаза и для животного это мало мало чем хорошим оборачивается патологии зрительного нерва могут быть мы патологии сетчатки их очень много у у собак и у кошек патологии сетчатки проявляются несколько по-разному у кошек это патологии сетчатки они зависимые в основном имеют породную зависимость и проявляются в довольно таки раннем возрасте у собак эти патологии могут проявиться чуть позже поэтому у кошек нужно это диагностировать как можно раньше у собак в основном проявляются в возрасте до 6 лет так что еще может быть такая патология как в принципе отсутствие глазного яблока либо слишком маленькое глазное яблоко и патология которые вызывают врожденную глаукому она может быть по причине она может быть открытой или закрытоугольной если у нас и закрытоугольная глаукома мало что можем сделать открытоугольная глаукома требует наблюдения хирургическое лечение такой патологии на данный момент есть но это должно быть выполнены эти вмешательства в специализированных клиниках потому что это очень тонкие операции имплантирование различных шунтов либо капсулах меда она требует навыка и очень тонкой аппаратуры и к сожалению у животных по статистике очень редко когда вот пожизненный какой-то эффект все равно эти шунты могут смещаться могут забиваться и выходить из строя в общем это очень пока еще развивается а вот по поводу лечения патологии сетчатки к сожалению на данный момент эффективных лечений не существует и все сводится к тому что эти животные они должны быть выявлены что данная патология имеется если сейчас мы не видим что такая болезнь есть можно пройти сдать генетический тест и ответить на вопрос если у этого животного ген который отвечает за развитие данного заболевания если мы видим фактически что есть такая патология либо мы выявляем по генетическому тесту такие животные должны быть выведены из разведения очень строго как это все диагностируется значит в юном возрасте нужно пройти довольно таки комплексный офтальмологический осмотр помимо того что оценивается нужно провести несколько тестов оценивается слезопродукция оценивается значит зрительные реакции на при различном освещении это реакция глаза на красный свет либо синий свет также осматривается глазное дно и в некоторых случаях могут потребоваться такие тонкие исследования как электро ретинография которая проводится в специализированном центре ну кратенько по патологиям у кошек давайте затронем несколько патологии сетчатки например у абиссинских кошек это наследственная ранняя палочка-колбочковая дисплазия сетчатки у кошек патологии сетчатки проявляются в раннем возрасте и приводят к потере зрения лечение к сожалению не существует и владельцы жалуются на то что животное начинает жалуются на снижение время снижение зрения причем в любое время суток на расширенные зрачки проявляются непроизвольные движения глаз колебательные для некоторых пород кстати колебательное движение глаз является нормой для сиамской например у абиссинской породы и у сомалийской кошки есть наследственная поздняя палочка-колбочковая дегенерация она где-то в возрасте полтора-два года проявляется прогрессирует тоже до полной потери зрения прогрессирующая атрофия сетчатки кошек характерна для кошек персидской породы у собак наследственные заболевания ну чаще всего мы сталкиваемся с дисплазией сетчатки с синдромом аномалий глаз коли который характерно не только для пород коли но метисов и родственных пород чаще всего у собак еще проявляется рожденная закрытоугольная галукома нарушение нас проходим с насосного канала больше противно для профицефалов заворот и век выворот и век заворот и век у кошек чаще встречаются у минкунов потому что у них длинная глазная щель вот в общем если есть подозрение на заболевание глаза либо вы планово хотите осмотреть животное нужно осмотреть провести осмотр у офтальмолога в возрасте 5-6 месяцев первый раз потому что в это время уже сформирован орган мы можем оценить его функции и уже можно закончен уже закончено развитие органа мы можем оценить далее осматриваем животное возрасте 12 месяцев и ежегодный профосмотр до 6-7 лет после 6-7 лет уже можно приходить пореже потому что уже риски после 6-7 лет развития этих заболеваний если не развились значит можно сказать что пронесло ну в ходе офтальмологического осмотра все стандартно осматриваются веки среды глаза проверяется проходимость слезных каналов измеряется слезопродукция измеряется внутроглазное давление и проводится осмотр глазного дна в условиях нашей клиники можно сдать материал на генетические тесты это берется соскоб со стороны соскоб слизистой щеки с внутренней стороны и венозная кровь по цене исследования ну тут надо уточнять конкретно какой вы хотите ну такая возможность есть на данный момент у меня все так немножко голову по европам для общего понимания я думаю информации достаточно желаю вам всем здоровья удачного дня до свидания удачного дня